Женщина, спасаясь от домашнего насилия, бросает свою новорожденную дочь в мусорный контейнер. Муж все ближе. Она кладет нефритовый кулон на свою дочь, планируя забрать ее, когда окажется в безапсе. Но муж быстро ее догоняет. Он замечает мусорный бак неподалеку. Но как только он собирается подойти, появляется водитель. Мужчина решает уйти. Водитель не замечает ребенка в кузове. Он заводит машину, напевая песенку. Женщина возвращается и видит, что машина уезжает. Она отчаянно бежит за машиной. Но разве можно на своих двоих догнать машину? Обессиленная, она падает на землю. Она беспомощно смотрит, как машина уезжает. Водитель приезжает на следующую точку. Добрый водитель, как всегда, просит дурочка собрать бутылки из кузова. Когда дурачок достает бутылки одну за другой, показывается ножка младенца. Дурачок сразу понимает, что это новорожденный ребенок. Видя, что девочка едва дышит, дурачок забирает ее домой. Соседка говорит дурочку не лезть не в свое дело. Он сам еле сводит концы с концами, не говоря уже о ребенке. Это будет только обузой. Но дурачок уверен, что сможет позаботиться о девочке. Проходит 18 лет. Девочка выросла под опекой дурочка. Она часто помогает своему приемному отцу с работой. Тем временем ее биологическая мать упорным трудом добилась успеха в бизнесе и стала миллиардершей. Чтобы найти свою потерянную дочь, она основывает благотворительный фонд. Она надеется, что все потерявшиеся дети смогут вернуться домой. По иронии судьбы, в один прекрасный день ее приемный отец сталкивается с машиной генерального директора, собирая бутылки. Услышав шум, девушка бросается на помощь своему отцу. Однако генеральный директор принимает их за мошенников. Она велит им назвать сумму, так как спешит. Девушка понимает, что генеральный директор ее неправильно поняла. Она сразу же объясняет, что они не мошенники. Просто ее отец случайно преградил ей путь. Они, может быть, и бедные, но у них есть руки и ноги, они могут сами заработать. Генеральный директор восхищается характером девушки. Она покупает все шарики у девушки и просит ее доставить их к ней домой вечером. Девушка приезжает и видит, что в особняке идет вечеринка по случаю дня рождения. Оказывается, генеральный директор, чтобы справиться с потерей дочери, усыновила ребенка из детского дома, родившегося в тот же день, что ее дочь. Девушка удивляется, что у нее день рождения в один день с молодой хозяйкой. Но их судьбы так различны. Она и подозревает, что на самом деле является дочерью генерального директора. В этот момент гость случайно разливает бокал. Он принимает девушку за уборщицу и велит ей найти веник и убрать осколки. Вспомнив о доброте генерального директора, девушка не спорит. Она идет искать уборочный инвентарь. Но там она находит кое-что неожиданное. Отпечаток в ладони генерального директора, сделанный в детстве. В этот момент появляется генеральный директор, и девушка случайно роняет рамку на пол. Генеральный директор был убит горем. Она дала девушке пощечину. Требую объяснить, что она здесь делает. В этот момент она совершенно неправильно поняла девушку, приняв ее за воровку. Не дав девушке объясниться, она приказала своим людям выгнать ее. Приемная дочь, увидев эту сцену, заинтересовалась. Она заметила, что мама директор задумалась, глядя на фотографию своей биологической дочери. Приемная дочь поспешила утешить директора, напомнив ей, что у нее все еще есть она. Она, конечно же, не хотела, чтобы директор в ближайшее время нашла свою дочь. Все здесь должно принадлежать только ей. И в этот момент девушку вывели охранники. Приемной дочери некуда было выплеснуть свою злость, и она решила сорваться на девушке. Поэтому она нарочно сказала, что потеряла свое ожерелье. Сегодня в этой комнате была только ты одна, посторонняя. Кто же еще мог его взять? Это ожерелье. Его господин Хэ специально для мисс Си из-за границы привез. Оно стоит миллионы. Как такое ничтожество, как ты могла не позавидовать? Именно. Я, может, и бедна, но у меня есть чувство собственного достоинства. Я бы никогда не стала так поступать. Если хотите знать, украла я его или нет, просто обыщите меня. Нет, нет. Нет. Отпусти мою дочь. Папель. Ха-ха-ха. Айди я лонди кэл. Так, у тебя есть папаша, идиот. У этого папаша мозги не варит. Дочь, воровка. Вы действительно не семья. Ты... В чем дело? Давай на мию. Не трогай цинью. Папель. Хорошо. Тогда я дам тебе шанс. Встань на колени и трижды поклонись мне, и я отпущу твою дочь. Хорошо. Я встаю на колени. Кланяюсь. Папель. Нет. Сказано. Сделано. Действительно идиот. Нет. Отпусти моего отца. Не нужно вам. Я сама сниму. Отпусти моего отца. Хорошо. Только с ними. Я отпущу этого идиота. Она и правда снимает. Бестыжая. На глазах у все. Какой позор. Ну, сейчас будет интересненько. Ха-ха-ха. А жерелья у меня нет. Теперь можете отпустить меня и моего отца. Ты еще не все сняла. Откуда мне знать? Откуда мне знать? Есть ли там что-нибудь? Не снимай. Не надо. Это последнее. Как только я это сниму, вы отпустите меня и моего отца. Хорошо. Обещаю. Снимай. Прекратите. Вы что творите? Сегодня большой праздник семьи Х. Кто вам позволил здесь безобразничать? Хотите выставить семью Х на посмешище? Мама. Это все она виновата. Это Анна. Она украла подарок, который ты мне подарила. Что ты сказал? Да как ты смеешь? Я не крала. А я-то думала, что ошиблась на твой счет. Ты и правда бесстыжая воровка. Доставай. Госпожа Хе, у меня правда ничего нет. Бейте, Мина. Не бейте, Цин Ю. И вы воспитали такую дочь. Похоже, вы ничем не лучше. Хорошие воспитатели. Чего стоите? Быстро убирайте. Этих отца с дочерью отсюда. Папель. Цин-цин. О чем я только думал. Моя цин-цин никогда не стала бы воровкой. Мисс, ваше ожерелье у вас в комнате. Мы его нашли. Мама. Дело в том, что этот подарок очень дорог для Мина. Поэтому я, госпожа Хе, я всегда вами восхищалась. Я всегда слышала. Вы построили свою империю с нуля. И создали легендарный бизнес. Вы заботитесь о благе людей. И ежегодно жертвуете огромные суммы на благотворительность. Вы всегда были моим кумиром. Но я и представить себе не могла. Что вы так балуете свою дочь? Она совершенно неуправляема. Тебе это вернется. Причина, по которой я пришла к этому. Это, чтобы моя дочь не страдала. Хорошо, мама. Не будем тратить время на этого человека. Давайте начнем наш банкет. Спасибо всем, что пришли на А. Церемонию совершеннолетия моей дочери Си Чейн. 18 лет пролетели как одно мгновение. В мгновение Ака ты стала взрослой. Моя драгоценная дочь. Тебе просто нужно наслаждаться прекрасным губелином жизнью. Не нужно выдерживать никакие бури. Я желаю тебе вечного здоровья и счастья. Спасибо, мама. Загадай желание и задуй свечи. Дочь моя, тебе тоже 18 лет. Тебя у дочерей кто-нибудь добрый. Ела ли ты торт? Получала ли подарки? Где ты сетя? Мама обязательно тебя найдет. С днем рождения, Чу Цин Ю. Если бы у меня тоже была мама. Больно. Ты еще и боль чувствуешь. Что ты делаешь? Это ты, мужик. Ты испортил мне лицо. Убью. Все из-за тебя. Ты бери один. А я один. Сын Ю обманул? Ладно. Я тебя научу. Если столкнешься с такой же ситуацией. Как тебе поступить? Давай. Шаг 1. Растегни штаны. Чтобы ускорить кровообращение. Растегни штаны. Растегни штаны. Шаг 2. Растегни воротни. Растегни пуговицы. Растегни пуговицы. Растегни. Растегни. Ложи руки одна на другую. Надави на грудь. Шаг 3. Зажми нос. Дуй воздух в рот. Зажми нос. Растегни за шарик. Бери и уходи. Господин Хэ. Вы с вашей дочерью оклеветали меня. Разве вы не должны извиниться передо мной? Я не стал раздувать дело из-за того, что вы разбили фотографию моей дочери. Я был очень великодушен. Господин Хэ. Господин Хэ. Случилась беда. Барышня. Этот дурак обидел барышню. Иди скорее посмотри. Что? Бутылка. На колени. Извинись перед моей дочерью. Нет. Мой папа никого не обижал бы. Его IQ всего 6 лет. Он бы такого не сделал. Ты хочешь сказать, что я шучу по поводу своей невиновности? Мама. Этот человек унизил меня. Я больше не хочу жить. Посади его в тюрьму. Заберите его сейчас же. Чего стоите? Уводите. Не ходи. Папель. Больно. Больно. Не хочу в тюрьму. Не надо. Умоляю тебя. Не сажайте моего папу в тюрьму. Умоляю. Госпожа Си Чень. Госпожа Си Чень. Мой папа не стал бы никого обижать. Он бы никогда такого не сделал. Невозможно. Почему невозможно? Этот дурак поцеловал меня. Бросьте его в тюрьму. Сердечный приступ. Слэр. Слэр. Миссис Хе. Мой отец не обижал вашу дочь. Он спасал Йи. Он спасал Йи. Он спасал Йи. Все еще оправдываешься. Вы что считаете нас дураками? Он умственно отсталый. Что он знает о Слэр? Мисс Си Чень. Умоляю вас. Просто скажите правду. Умоляю вас. Си Чень. Скажи мне. У тебя только что был сердечный приступ. Нет. Лгунья. Мисс Си Чень. Почему ты не скажешь правду? Что хорошего тебе будет, если мой отец сядет в тюрьму? Почему? Помогите. Си Чень. Чего ты ждешь? Спаси мою дочь. Взять его. Помогите. 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 Сын Ю. Сын Ю. Си Чень. Си Чень. Ты в порядке. Я в порядке. Помогите. Сын Ю. Сын Ю. Мадам. Это девушка. Оставьте Йи. Пусть сама о себе заботится. Сын Ю. Сын Ю. Отвезите ее в больницу. Господин Хе нашел это. Сын Ю. Сын Ю. Мама. Моя тетя только что позвонила мне. Она сказала, что мой замок безопасности пропал. Так, это ты украл. О чем ты говоришь? А я-то думал, что ошибся на твой счет. Так, ты действительно вор. Миссис Хе. Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не крала. Это мое. Верни. А. Верни. Ты прокрался в мой кабинет. Не пытайся отрицать. Я не крал. Верни мне. Ты все еще лжешь. Ты знаешь, насколько это важно для моей матери. А теперь встань на колени и извинись перед моей матерью. Не бейте, сын. Не бейте, сын Ю. Сын. Все в порядке. Мы не крали. Почему мы должны извиняться? Крыса канализационная. Если не ты украл, то кто же? Все еще не признаешься. Папе. Это был Ню Цзэ. Это была Ни Цзэн Ю. Это я. Я украл. Мы не крали. Зачем ты извиняешься? Снеф. Так, это был ты. Маленький дурачок. Мало того, что ты обижаешь людей. Так ты еще и воруешь? Хорошо. Тогда будешь гнить в тюрьме. Кто-нибудь, уберите их отсюда. Нет. Отпустите моего отца. Папе. Отпустите. Отпустите моего отца. Папе. Барышня, умоляю вас. Пожалуйста, пощадите моего отца. Я сделаю все, что вы скажете. Умоляю. Хорошо. Как раз мне нужна еще одна служенка. Эднел. Мои служенки не считаются за людей. Они должны меня развлекать, как собаки. Так что, хочешь быть моей? Ха-ха. Только отпустите меня и моего отца. Я сделаю все, что угодно. Госпожа, мисс, я помогла ей переодеться. Отныне ты будешь заботиться о моей дочери. Если она будет недовольна, то больше никогда не увидишь своего папашу-идиота. Слушаюсь. Госпожа, вам пора принимать лекарства. Хорошо. И ты, дорогая, ложись пораньше. Я наверху. Хорошо, мамочка. Мисс, тогда я пойду убирать вашу комнату. Тебе сюда входить нельзя. Ах. Посмотри на себя. Тебе не нужно этого делать. Я взяла тебя сюда. Чтобы ты была моей собачкой. Апорт. Ползи. Ползи. Чего ты копаешься? Она и правда как собачонка. Ха-ха-ха. Смотрите, она и правда ползет. Ну и черепаха. Быстрее. Шевелись давай. Быстрее ползи. Вот так-то лучше. Чего застыло? Возьми в зубы и принеси мне. Ты что оглохла? В зубы. Ах. Пусти. Ах. Больно. Подними. Госпожа, мы нашли ваш защитный замок. Он на стиральной машине. Цын, цын. Подожди здесь. Мамочка скоро вернется. Доченька. Она моя дочь. Барышня велела тебе поднять это ртом. Ты всего лишь клоун. Тебя для забавы держат. Эй. Хватит притворяться. Подними. Ладно. Сяося. Не хочет и ладно. Знаешь что? Иди на четвереньках. Кладываю. И принеси тряпку сяосяо. Хорошо. Посмотри на себя. Ты весь пол испачкала. Ползи давай быстрее. Иначе ты больше никогда не увидишь своего папашу-идиота. Ха-ха-ха. Давай же ползи. Быстрее ползи. Ну и собачонка же она правда. Доченька. 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 Гиде та девушка. Она, она вкладывай. Ха-ха-ха. Хватай. Отнеси это обратно в мою спальню. Не слышишь? Будешь поднимать или нет? Поднимай. Давай, хватай. Ва-э. Не хочешь, не будешь. Хватай. Смотрите на небо. Вот так должен вести себя щенок. Ха-ха-ха. Сын Ю. Твой этот замок-амулет. Ах, сын Ю. Скажи что-нибудь. Твой этот замок-амулет. Сын Ю. Два. Как могут быть два одинаковых замка-амулета? Неужели Чу-Цын Ю? Настоящая дочь мамы. Сын Ю. Что с тобой? Что с тобой? Скажи что-нибудь. Сын Ю. Твой этот замок-амулет. Нельзя. Нельзя допустить, чтобы они узнали друг друга. Ах. Барышня, барышня, что с вами? Госпожа. У барышни сердечный приступ. Си-Чэйн. Потерпи. Быстрее вызывайте скорую. Быстрее. Быстрее. Вставай. Держись. Си-Чэйн. Осторожнее. Осторожнее. Я в порядке, мама. Хорошо, что ты в порядке. Госпожа. Как вы и вилея? Чу-Цын Ю поместили в соседнюю палату. С ней все хорошо. Можете не волноваться. Я пойду. Посмотрю на нее. Эх. Мама. Чу-Цын Ю. Я не позволю тебе украсть у меня маму. Все устроено, барышня? Сын Ю. Неужели ты моя дочь? Вот же не везет. Даже здесь наткнуться на этого клоуна, продающего шарики. Ты знаешь эту девушку? Чу-Цын Ю. Да что там знать? Ее папаша-дебил даже мой бумажник украл. Что? У нее еще и папаша-дебил, который любит воровать. Ни-То Слав. Ее папаша. Он все тащит. Сумки там, украшения. А самое ужасное я слышала. Он даже украл у одной девушки замок-амулет. Девушка плакала, говорила, что это ей мама оставила. А этот дебил в итоге еще и ударил его. Какая мерзость. И когда это было? Много лет назад. Эх, бедная девушка. Даже смотреть противно на этих отца с дочкой. Твой этот замок-амулет. Ах, сын Ю. Цын Ю. Твой этот замок-амулет. Господин Хэ. Почему есть еще один такой же замок-амулет, как у меня? То, что ты только что сказала, правда. Тот папаша-дебил и правда украл замок-амулет у той девушки. И да, все в округе об этом знают. Кто этот человек? Си Чэнь. Си Чэнь. Держись. Хоть бы у меня была мама, которая бы так обо мне заботилась. Господин Хэ, вы же мне показывали как-то замок-амулет. Ты про это. Тво. Да-да, мой. Как он у тебя? Господин Хэ, зачем вы меня ударили? Почему? Иди спроси своего папашу-воришку. Я-я ничего не крал. Это мое. Верни, верни. Все еще врешь. Тебя папаша-дебил не учил, мамаша не учила. Не учили не воровать у других. Он не воровал. Этот замок-амулет я с детства на шею ношу. Это вещь моей дочери. Ты все еще врешь. Отвечай. У кого вы украли эту вещь? Откуда вы ее стащили? Говори, у кого вы украли замок-амулет. Мадам. Мадам. Быстрее найдите девушку, у которой украли замок без опа. А. Молодец. Сын Ю, ты в порядке? Что ты делаешь? Не бойся. Иди сюда. Осторожно. Мне просто мне кажется, мы похожи обе со слабым здоровьем. Поэтому я хотела извиниться за то, как я вела себя с тобой раньше. А. Забудь. Все в порядке. Так ты действительно меня прощаешь. Иди сюда. Сын Ю, ты такая добрая. С детства мама всегда заботилась обо мне и баловала мен. А ты у тебя есть только твой папа. Вы должно быть очень близки. Верно. Не волнуйся. Я освободила твоего отца. Правда. Угул. Он сейчас в городе Юньша. Иди. Найди его. Мисси Чэнь. Спасибо вам. Спасибо. Чу Цын Ю, раз уж твой папаша-дурачок меня поцеловал, то ты мне за это заплатишь. Сделай мне одолжение. Мне не терпится увидеть трогательную сцену вашего воссоединения. Что? Вы нашли юную мисс. Юная мисс сейчас в городе Юньша. Быстрее, быстрее. Ты голодал эти дни. Тебя никто не обижал. Это все моя вина. Папа. Не плачь, Цын Ю. Вот, Цын Ю. Возьми конфетку. Угул. Вот так, Цын Ю. Улыбка тебе к лицу. Папа, пошли домой. Домой, домой, пойдем домой. Папа, посмотри, ты совсем похудел от голода. Я продам побольше шариков и мы купим мясо, чтобы ты поправился. Я буду собирать бутылки и куплю мясо. Угул. Угул. Эй, красотка, чего это ты с дурочком так поздно разгуливаешь? Уйди, злодей. Дурачок правильно сказал. Я и есть злодей. И что ты мне сделаешь? Злодей, отпусти, отпусти. Убери свои лапы от моего отца. Отпусти моего отца. А, папа Ли. Ха-ха-ха. Эта малышка такая молоденькая и нежная. Ха-ха-ха. Отпусти ее. Неужели еще не совершеннолетняя ха-ха-ха? Эй. Вздыхает. Еще и бегать вздумала. Ты сегодня будешь развлекаться с братиком, дорогуша. Ах ты, мелкая дрянь, кусаться вздумала. Не бейте, Цын Ю. Не бейте ее. Проваливай. Не двигайся. А, папа, что вы делаете? Что я делаю? Сама увидишь, что я сделаю. Отпусти меня. Пусти. Не сопротивляйся, красавица. Держите этого дурака. Есть. Смотри внимательно. Цын Ю. Достань свой телефон и сними это. Нет. Помогите кто-нибудь. Ха-ха-ха. Не двигайся. Я снимаю. Цын Ю. Пошли домой. А. Помогите. Чу Цын Ю. Помогите. Прекратите. Прекратите. Мама. Мама. Как ты меня сейчас назвала? Ты моя мама. Мама, они сказали, что ты сегодня приедешь за мной. Это ты приехала за мной. Доченька. Мама. Мисс. Мисс. Быстро подайте в машину. Нужно в больницу. Мама. Я наконец-то нашла тебя. Неужели она и правда моя дочь? Отпустите меня. Отпустите. Остановите машину. Ай. Больно. Неважно. Поехали в больницу. Отпустите. Отпустите меня. Помогите. Спасите. Помогите кто-нибудь. Ай. Этого не может быть. Госпожа Хэ у нас самое современное оборудование. Ошибки быть не може. Не может быть. Не может быть. Мисс Си Чэнь. Вы хорошо справились. Вот. Спасибо, мисс Си Чэнь. Можете идти. Как ты мог такое допустить? Госпожа Хэн. Информация точная. Настоящая старшая мисс действительно в городе Юньша. К тому же мы не видели никаких других девушек, когда приехали. Неужели? Ладно. Поехали сначала в больницу. Цэн Ю. Это же Чу Цэн Ю. Это же Чу Цэн Ю. Госпожа. Цэн Ю. Цэн Ю. Цэн Ю. Оденься, а то простудишься. Цэн Ю. Не плачь. Цэн Ю. Не плачь. Цэн Ю. Цэн Ю. Нет, нет, нет. Поехали. Госпожа. Цэн Ю. Цэн Ю. У нее сердечный приступ. У Цэн Ю сердечный приступ. Сердечный приступ. Сердечный приступ. Скорая. Первый шаг. Второй шаг. Растегните ей рубашку. Цэн Ю. Очнись. Очнись. Цэн Ю. Цэн Ю. Очнись. Вызовите скорую. Скорую. Есть. Вызовите скорую. Цэн Ю. Поехали домой. Цэн Ю. Домой. Мамочка. Что с тобой? Мама. Это опять ты. Ты опять расстроила мою маму. Это не я. Это была не я. Цэн Ю больно. Цэн Ю плохо. Что ты мямлишь? Охрана. Охрана. Выведите эту особу отсюда. Си Чэнь. Это был не он. Не надо так с ним. Мама. Что с тобой? Зачем ты его защищаешь? Скажи мне. Я плохая мать. Что ты такое говоришь? Ты самая лучшая мама на свете. Если бы я была хорошей матерью. Разве стала бы я спокойно смотреть, как унижает мою родную дочь? Мама. О чем ты говоришь? Какая дочь? Ваша дочь? Это я. Я же здесь. Госпожа. Результаты теста дни готовы. Мисс Чу Цин Ю действительно ваша биологическая дочь. Доченька. Доченька моя. Это все моя вина. Это все моя вина. Госпожа. Госпожа. Чу Цин Ю. Она действительно ваша дочь? Доктор. Кто здесь родственники пациентки? Я. Я ее мама. Состояние пациентки стабилизировалось. Можете не волноваться. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Цин Ю. Доктор. Кто тебя впустил? Все еще врешь. Тебя твой папаша ничему не учил, твоя мамаша. Тебя не учили, что воровать нехорошо. Мамочка виновата. Цин Ю. Цин Ю. Прости меня, доченька. Я все эти годы искала тебя. Почему же я тебя не узнала? Можешь ударить меня. Можешь ругать меня только, пожалуйста. Очнись. Мамочка. Си Чейн. Как думаешь, Цин Ю когда-нибудь простит меня? Простит ли она меня когда-нибудь за то, что я наделала? Простит. С ней все будет хорошо. Цин Ю. Это я виновата. Прости меня. Бей меня. Ругай меня. Ничего. Пациентке сейчас нужен покой. Вы ее только сильнее растревожите. Вы можете включить ей песни, которые она любила в детстве. Знакомые звуки помогут ей почувствовать себя в безопасности. И, возможно, она быстрее придет в себя. И с детства. А вот когда я была маленькой, где приемный отец Цин Ю? Я только что видела, как он выходил из коридора. Что-то бормотал про то, что пойдет домой за конфетами. Скорее, отведите меня к нему. Да, госпожан. Идемте. Чу Цин Ю. Не думала, что ты и правда моя дочь. Не волнуйся. Мама тебя не простит. Потому что я не дам ей очнуться. Я тебе покажу. Кто? Твоя самая лучшая дочь. Бутылки. Это же Чунань. Чунань. Цин Ю же в больнице. Ты чего это не с ней? Чего ты тут бутылки собираешь? Сдаю бутылки, получаю деньги, чтобы купить мясо для Цин Ю. Чтобы Цин Ю поправилась. Чунань. Прячь эти деньги. Цин Ю сказала, чужого брать нельзя. Купи Цин Ю мясо, пусть подкрепится. Бери давай. Не надо. Чунань, ты ты. Ты что, кого-то случайно обидел? Плохие люди. Уходите. Чунань, не навлекай беду. Не бейте. Не подходите. Плохие люди. Простите, госпожа. У нашего соседа тут с головой не все в порядке. Если он вас чем-то обидел, прошу вас, извините его. Госпожа, что вы делаете? На самом деле, я биологическая мать Цин Ю. Я сегодня пришла посмотреть, где она живет. Вы, в самом деле, мать Цин Ю. Можно мне войти и посмотреть. Тогда заходите. Осторожнее. Мы все были против, когда Чунань принес Цин Ю. Думали, как этот дурак сможет вырастить ребенка. Прошло 18 лет, а он вырастил Цин Ю послушный и почтительный. Доченька, доченька, ты-то дурак. У этой девочки врожденный порог сердца. Ты себя-то прокормить не можешь, а еще обузу нашел. Я смогу, я смогу о ней позаботиться. Она отныне моя дочь. Когда Чунань только подобрал Цин Ю, он каждый день собирал бутылки. Люди его били и ругали. Чунань, он просто хакак. Купить Цин Ю пачку молочной смеси. Чунань, Цин Ю. Он был по-настоящему самоотверженным. Их путь отца с дочерью был очень нелегким. Госпожа, вы, госпожа. Господин Чун, простите. Мне очень жаль. Вы заботились о моей дочери столько лет. Вы относились к ней, как к родной дочери. Но окажите меня, как хотите. Вы, вы, вы. Госпожа, встаньте, пожалуйста. Встаньте. Сын Ю бросили в мусорный бак, когда она только родилась. Я искала ее каждый божий день с тех пор. Я все думала, как она там, хорошо ли живется. Нибейзай. Дали мне шанс увидеть ее. Но я ее не узнала. Чу Цин Ю. Она моя дочь. Но я так плохо к ней относилась. Я своими глазами видела, как над ней издеваются. Унижают. Если бы не вы, Сын Ю, возможно, Узма. Вы спасительница моей дочери. И вы мой спаситель Хэ Чжи Юнь. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Встаньте, встаньте. Простите. Мне очень жаль. Госпожа, встаньте, пожалуйста. Спасибо. Дворецкий Ли. Господин Чу. Спасибо вам за то, что заботились о моей дочери все эти годы. Я обязательно благодарю вас в будущем. Не надо. Сын Ю сказала, чужого брать нельзя. Мистер Чу, пожалуйста. Возьмите эти деньги. Я обязательно компенсирую вам все с лихвой в будущем. Мистер Чу, пожалуйста. Возьмите. Не надо. Мне не нужны ваши деньги. Чун Ан. Я не продам ее. Я не продам, Сын Ю. Уходите. Проваливайте. Никто не заберет Сын Ю. Уходите. Миссис Хэ. Я бы на вашем месте забрала деньги. Пойдемте. Мне не нужны эти деньги. Чун Ан и подавно не возьмет. Он давно уже относится к Сын Ю, как к родной дочери. Я знаю, что мистер Чу искренне заботится о Сын Ю. Но я не продам Сын Ю ни за что. Миссис Хэ. Вам стоит все хорошенько обдумать. Спросите ребенка. Узнайте, что она думает. Сын Ю. Я не знаю, простит ли она меня. Я не знаю, согласится ли она признать меня своей матерью. Что? Мадам, звонил доктор. Мисс Сын Ю при смерти. Что? Что случилось с Сын Ю? Мам, я не знаю, что случилось. Только что у Сын Ю был нестабильный сердечный ритм. Когда я пришла, она уже была в операционной. Мама, мама. Мам, не волнуйся, у тебя еще есть я. Я здесь. Мама. Доктор. Доктор, как моя дочь. Состояние пациентки крайне тяжелое. Требуется переливание крови. Кто-нибудь из вас родственник пациентки. Я ее мать. Переливайте мою кровь. Проводите ее сюда. Мама. Туда нельзя. Не упагали, Чу Цен Ю. Доченька, только бы ты очнулась, мама на все готова. Даже пожертвовать своей жизнью. Мама с радостью это сделает. Сын Ю. Доктор, доктор. Сын Ю. Доктор, доктор. Сын Ю. Ты очнулась. Сын Ю. Мама так долго ждала, когда ты очнешься. Почему ты здесь, где папа? Тебе нужно лежать и отдыхать. Твоя мама отдала столько крови, чтобы вытащить тебя из лап смерти. Такая трогательная демонстрация материнской любви. Что? Мама. Да. Сын Ю. Это я, мамочка. Это я. Смотри. У нас одинаковые замки без опа. Ты моя дочь. Сын Ю. 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 Господин Хэ, я не понимаю, о чем вы говорите. Это я, мамочка. Это я. Господин Хэ, у меня только один папа, и это Чунан. Мы с папой с самого моего детства были предоставлены сами себе. Зарабатывали сбором бутылок. У меня никогда не было мамы. Мамочка ошиблась. Мамочка ошиблась. Миссис Хэ, если вам больше нечего здесь делать, пожалуйста, возвращайтесь. Спасибо за переливание крови. Пойдем домой. Пойдем домой. Папа, пойдем домой пешком. Пойдем домой. Есть ребрышки. Ребрышки. Сын Ю. Почему ты встала? Доктор велел тебе отдыхать. Ложись обратно. Миссис Хэ, я не ваша дочь, а вы не моя мама. У меня только один папа, и это Чунан. Сын Ю. Еще раз спасибо за переливание крови. Сын Ю, пожалуйста, выслушай меня. Миссис Хэ, я благодарна за то время, которое вы и ваша дочь заботились обо мне и моем отце. Я запомню это навсегда. Папа, пойдем домой. Пойдем домой. Сын Ю. Миссис Хэ, разве есть на свете мать, которая будет спокойно смотреть, как обижает ее дочь? Правда ведь... Пинзы. Наконец-то я тебя нашел. Это ты, ты обидел цын Ю, ты обидел цын Ю. Ты обидел цын Ю. Бей Минэ. Если бы не ты и твоя дочурка, за мной бы не охотились люди Хэ. Я даже домой вернуться не могу. Мне плохо. Пусть и тебе будет плохо. Идем со мной. Вставай. Не ожидал встретить его здесь. Хватайте его. Пошли. Вы кто такие? Господин Хэ, господин Хэ. Это ты обижал мою дочь, не так ли? Мне приказали, господин Хэ. Мне все равно, кто тебе приказал. Если ты еще раз посмеешь тронуть дочь Хэ, Джи Юня, ты пожалеешь об этом тысячу раз. Господин Хэ, я знаю, что был неправ. Ван. Вэч. Найдите лучшего адвоката и отправьте его за решетку. Есть. Уведите его. Господин Хэ, я. Ван. Спасибо. Почему вы опять обижаете моего папу? Цын Ю, ты неправильно поняла. Цын Ю, она арестовывала плохого человека. Арестовывала плохого человека. Папа, вставай. Папа, пожалуйста, не убегай больше, когда я торгую. Слушайся, Цын Ю. Вот и умница. Пошли. Спасибо. Цын Ю. Госпожа. Не думаю, что мисс Цын Ю сегодня поедет с нами домой. Понимаете? В конце концов, это я первая ее обидела. Но сегодня мой день рождения. Мне очень хочется, чтобы она была рядом. Хоть на денек. Я еще раз с ней поговорю. Не надо, госпожа. Мисс Цын Ю. Она не важна. Езжайте пока без нас. Господин Хэ, у вас еще есть дело. Цын Ю. Ты свободна сегодня вечером. Сегодня мой день рождения. Не могла бы ты поехать со мной домой и отпраздновать его со мной. Госпожа Хэ, вы шутите. Цын Ю. Госпожа Хэ, если у вас больше нет дел, поезжайте, пожалуйста. Мне еще нужно работать. Малышка, какой ты хочешь? Мамочка, я хочу вот этот. Хорошо. Солнышко, мамочка купит тебе все, что ты захочешь. Хорошо. Хорошо. Вот. Держи. Спасибо, сестренка. Цын Ю. Я пропустила 18 лет твоей жизни. Ты можешь дать мне шанс искупить свою вину. Тебе понравилось сегодня. Твой папа сегодня был самым счастливым. Господин Хэ, уже так поздно. Что вы здесь делаете? Цын Ю. Мамочка умоляет тебя. Просто отпразднуй мой день рождения со мной. Хорошо. Я не поеду. Мой папа еще не ужинал. Мне нужно приготовить ему ужин. Ах. Цын Ю. Ничего страшного. Пусть твой папа поужинает у меня. Поезжай. Цын Ю. 18 лет. Я ни разу по-настоящему не праздновала свой день рождения. Я думаю тебе каждую минуту каждого дня. Я мечтала, что однажды ты будешь рядом со мной. Будешь праздновать мой день рождения вместе со мной. Пожалей свою мать. Обещаю. Только один разок. Хорошо. Цын Ю. Иди. Я буду хорошо себя вести. Папа, я не хочу идти. Цын Ю. Она помогла твоему отцу. Сходи, поблагодари ее. Хорошо. Я же сказала, не пойду. Цын Ю. Цын Ю. Цын Ю. Это ты фотографировал в тот день? Хорошая память. Что? Мало показалось. Укуси меня и присоединишься к моему брату на том свете. Цын Ю. Пустите меня. Пустите. Хе, Цын Ю. Я тебя предупреждал, чтобы ты пощадил моего брата. Но вы все равно отправили его туда. Я отправлю всю твою семейку к нему. Тот, кто обидел мою дочь, получил по заслугам. Увидите его. Слушаюсь, госпожа. У тебя кровь. С мамой все хорошо. Цын Ю. Лишь бы ты была в порядке. Не волнуйся. Мама заставит их заплатить за все, что они тебе сделали. Давай я провожу тебя до дома. Цын Ю. Может, поужинаешь с мамой. Мама больше всего любит клубничный торт. Она так обрадуется, когда увидит торт, который я приготовила. У тебя что? Глаз нет. Это же торт, который я специально для мамы заказала. Что мне делать, если он испорчен? Простите, госпожа. Простите меня, пожалуйста. Мама вернулась. С днем рождения, мама. Это торт, который я специально для тебя заказала. Нравится? Спасибо, Си Чейн. Эй, вы там готовьтесь. Доставайте того гуся-львиную голову, которого мы деглипло. И того желтого краба, приготовленного на смальце. Выносите все. Ах да, и ту бутылку Романи Конти 45-й года. Ой, ей же уже 18. Ей можно уже пить. Да ладно, приготовьте лучше сок. Мам, а что у тебя с рукой? Ничего страшного, царапина. Не болит. Ну чего застыли? Шевелитесь давай. Шевелитесь. Слушаюсь, госпожа. Мам, а кто это придет? Прошу вас, госпожа. Ты зачем пришла? Цэн Ю, ты чего там застыла? Я видела кондитерскую у входа и купила тебе торт. Это самый лучший торт, который мама когда-либо получала. Захадье. Иди сюда, посмотри, что ты хочешь съесть. Ребрышки. Ешь брокколи. Ты же растешь, тебе нужно есть побольше овощей. У меня аллергия на брокколи. Видишь, даже я, твоя собственная мать, не знала. Давай сюда, выброси эту брокколи. Стойте. Мам, я же больше всего люблю брокколи. Ты что забыла? Ах да, оставь тогда. А, ну тогда я пойду. Цэн Ю. Побудь еще немного с мамой. Полчасика. Хорошо. Простите, госпожа Хэ, но мне правда нужно идти. Папа дома меня ждет. Подожди, мама тебя отвезет. Немедленно выброси этот торт. Цэн Ю, подожди. Мне нужно идти. Мама знает. Мама просто хочет тебя поблагодарить. Спасибо, что провела этот день рождения со мной. Это самый счастливый день рождения с тех пор, как ты пропала. Я возвращаюсь. Цэн Ю, отпусти меня. Мне правда нужно возвращаться. Цэн Ю, мама знает, что ты не хочешь меня прощать. Но не могла бы ты дать маме шанс искупить свою вину. Мама не хочет тебя принуждать оставаться с ней. Мама просто хочет побыть с тобой подольше хоть пару часа. Цэн Ю. Если бы не твой биологический отец, который хотел тебя убить, я бы не оставила тебя в том мусорном боке, чтобы отвлечь его, не потеряла бы тебя. Это мама виновата. Мама не смогла тебя защитить. Прошу тебя, дай маме шанс искупить свою вину. Останься здесь еще на несколько дней. Хорошо. Хорошо. Но мне нужно сначала домой устроить папу. Хорошо. Мама с тобой поедет. Ешь помедленнее, помедленнее. Вкусно. Оставь вкусненькое для Цэн Ю. Ты все о своей Цэн Ю думаешь. Папе. Цэн Ю вернулась. Для Цэн Ю. Вкусно. Дай Цэн Ю поесть. Твой папа говорит. Вкусно. Говорит, это для тебя оставил. Хорошо. Я съем. Цэн Ю. Завтра мы... Пойдем в парк. Будем в парке играть. Госпожан. Папа, наверное, только через несколько дней в парк сможет пойти. Почему? 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 Я хочу забрать Цэн Ю к себе пожить на несколько дней. А, ну хорошо. Наверное, придется вас побеспокоить, присмотреть за ее отцом. Да что вы! Не беспокойтесь. Заберите обратно. Пап, я через пару дней вернусь. Я тогда тебе привезу кучу-кучу конфеток. Хорошо. Кучу-кучу конфеток. Правда. Правда, правда. Цэн Ю. На, возьми конфетку. Тетя, пожалуйста, позаботьтесь о моем папе следующие несколько дней. Только проследите, чтобы он не потерялся. Ой, Цэн Ю, не волнуйся. Сходи, проведи немного времени с мамой. Иди спокойно, Цэн Ю. Ты веди себя хорошо, ладно? И никуда не убегай. Угул. Не волнуйся, Цэн Ю будет умница. Тогда я пошла. Хорошо, я буду тебя ждать. Возвращайся скорее. Это твоя комната. Мамочка специально для тебя ее сохранила. Тебе нравится. Спасибо, миссис Хэ. Если тебе что-то будет неудобно, пока ты будешь здесь жить, сразу говори мамочке. Хорошо. Мамочка все для тебя устроит. Ты пока отдохни. Интересно, как там папа? Позаботился ли он о себе? Цэн Ю, иди завтракать. Посмотри, может, что-нибудь захочешь. Как насчет яичка? Я сама справлюсь. Цэн Ю. Через несколько дней будет благотворительный вечер. Пойдем со мной. Пойдем, Цэн Ю. Можем даже вместе потанцевать. Я не умею танцевать. Ой, не беда. Мамочка наймет тебе самого лучшего учителя танца. Тебе было бы полезно освоить новый навык. Давай я тебя научу. Цэн Ю. Хорошо. Ты же не откажешь сестре. Хорошо. Ну, хорошо. Си Чэнь ведь очень хорошо танцует. Си Чэнь, ты уж постарайся научить ее как следует. Конечно. Не волнуйся, мама. Я ее хорошо научу. Давайте поедем. Так, ты сестра Си Чэнь. Ты в этом пришла в танцевальную студию. Извините, я не совсем понимаю. Это лучшая танцевальная студия в стране. Это ты так проявляешь уважение к другим и к искусству. Эй, я тебя где-то видел. Ты же та самая О, точно тот самый промокший клоун. Вот почему ты мне так знакома. Так это она и есть тот самый клоун. Вот это умора. Эй, клоун, ты серьезно хочешь сказать, что ты сестра Си Чэнь? У меня нет сестры. Говорят, она его родная дочь, которую он только что нашел. И что с того все равно она как клоун, ее никуда не выведешь. Ты только не говори, что ты пытаешься использовать своего папашу-дурочка, чтобы сблизиться с господином Хэ, выдавая себя за его дочь ради денег. Знаешь, а ведь вполне возможно. Ее папаша-дурачок, да он просто вор. Мой папа не вор. Не смей так говорить о моем отце. Ты меня толкнула? Да ты с ума сошла. Что здесь происходит? Си Чэнь, посмотри на свою сестру. Мы ей просто сказали, что в танцевальной студии нужно быть в соответствующей одежде. Она разозлилась и толкнула нас. Именно Си Чэнь. Она правда твоя сестра. Чу Цин Ю. Если у тебя нет танцевальной одежды, ты могла бы мне сказать. У меня их куча ненужных. Мне пора. У меня дел. Какие еще дела? Папаше-дурачку ужин готовить или шарики продавать? На колени. Что вы делаете? Пустите. Ого! Чу Цин Ю. А я и не знала, что ты такая гибка. Сильней. Разве ты не говорила, что хочешь научиться танцевать как следую? Ты же маме пообещала. Как же мне тебя не учить как следую? Давай сильнее. Чтоб ты сдохла. Чу Цин Ю. Что? Ты что, хочешь меня ударить? Цин Ю. Цин Ю, не надо. Цин Ю, пожалуйста. У меня так болит грудь. Очень больно. Что здесь произошло? Мама. Наверное, я перестаралась, когда помогала Цин Ю тянуть мышцы. Вот она и расстроила. Ты врешь. Это вы втроем на меня напали. Мы не трогали ее, миссис Хэ. Миссис Хэ. Тогда что с тобой случилось? Мам, я не очень понимаю. Может быть. Больше не смей обижать Цин Ю. Мама, ты меня ударила. Пойдем, я отвезу тебя в больницу. Си Чэнь, не расстраивайся. Верно. Си Чэнь. Ты же ее настоящая дочь. Что этот клоун о себе возомнил? Все вон отсюда. Чу Цин Ю. Ты за это заплатишь вдвойне. Больно. Я в порядке, госпожа Хэ. Я завтра уезжаю домой. Почему ты остаешься всего на два дня? Это из-за Си Чэнь. Ах, я избаловала эту девчонку. Она действительно не права. Я заставлю ее извиниться перед тобой прямо сейчас, как насчет того, чтобы я ее наказала. Дело не в этом, госпожа Хэ. Я просто соскучилась по дому. Может быть, я что-то сделала не так. Если я что-то сделала не так, я исправлюсь. Обещаю. Останься со мной еще на два дня. Дело не в этом, госпожа Хэ. Мне просто нелегко привыкнуть к жизни здесь. К тому же, мой папа ждет меня дома. Я хочу домой. Цин Ю. Цин Ю. Скучаю по Цин Ю. Возвращайся скорее домой. Не волнуйся. Цин Ю. Она вернется через пару дней. Цин Ю возвращается. Да-да. Цин Ю вернулась. Пошли домой. Пошли домой. Разнесите все. Не надо. Не надо ломать. Папель. Отойдите. Прочь дороги. Папа, что происходит? Бандиты. Воры. Воры. Прекратите. Вы кто такие? Это мой дом. Еще шаг. Я вызываю полицию. Продолжайте грумить. Нет. Не надо жечь. Не надо жечь. Хочешь, я и тебя подожгу. Папель. Прекратите. Цин Ю. Еще раз троняйте моего отца, и я вас всех порву. А ну, живо убирайтесь из моего дома. Братан, эта баба чокнутая. Давай валить отсюда. Ну, как же мисс Си Чейн? Мисс Си Чейн. Бесполезные идиоты. Проваливайте. Мисс Си Чейн. Что вы здесь делаете? Это вы послали этих людей разгромить мой дом. Как вы смеете? По какому праву? Потому что я купила эту лачугу. А ну, быстро собирайтесь. И вы оба вместе с твоим папашей идиотом. Вон отсюда. Купили. Это единственный дом, который мы с отцом знали 18 лет. И что с того? Теперь это моя собственность. Ся Осио, я смотрю, они уже почти все разгромили в этой лачуге. Выброси все на улицу. Слушаюсь, мисс. Астанавис. Уйди. Ты сумасшедшая. Не трогай меня. Папей. Мисс Си Чейн. Этот дом. Все, что у нас есть с отцом. Умоляю вас, не выгоняйте нас. Может быть, я буду у вас ее снимать. Можно. Снимать? Как насчет 100 тысяч в месяц? Ладно тебе, ты все-таки дочь моей матери. Вот что я тебе предлагаю. Ты выполнишь одно мое желание. И ты с отцом сможешь здесь остаться. Идет. Не пойдет. Хорошо, я согласна. Только бы нам с отцом разрешили здесь остаться. Говорите, мисс Си Чейн, что я должна сделать. Верни мне мою маму. Мисс Си Чейн. Мне кажется, вы ошибаетесь. У меня нет мамы. У меня только папа. Чунань. И у госпожи Хэ только одна дочь. Это ты. Мисс Си Чейн. Хорошо. Через несколько дней будет благотворительный бал. Хочу, чтобы ты повторила все, что ты сейчас сказала перед всеми гостями. А потом столкни маму в воду. Тогда я верну тебе твой дом. Хорошо. Обещаю. Вот и умница. Я знала, что ты согласишься. Ах да. И Надень набал свой костюм клоуна. Нам как раз не хватает шута, чтобы гостей развлекать. Я уже начинаю здесь задыхаться. От этого захолостя у меня уже аллергия начинается. Слушаюсь, мисс. Цын Ю. Не плачь. Цын Ю. Мы переезжаем. Вставай. Папа. Мы никуда не уйдем. Это наш дом. Мы никуда не пойдем. Ну-ну. Цын Ю. Не плачь. Не плачь. На. Сьешь конфетку. Конфетка сладкая тебе станет легче. Не будем переезжать. Цын Ю. Ну дай маме шанс. Позволь маме с гордостью. Представить тебя всем ведь? Хорошо. Мам. Пойдемте туда. Церемония вот-вот начнется. Хорошо. Дети. Хотит. Скажите мне, сестренка хочет. Ту хочет. Слышал Эй. Нашли родную дочь госпожи Хэ. Говорят, сегодня ее всем представят. Правда. Интересно, как выглядит родная дочь господина Хэ. Я тоже. Должно быть такая же красивая и элегантная, как госпожа Хэ. Наверняка. Слушайте, а этот клоун, он мне кого-то напоминает. Вспомнила. Это же тот клоун, которого раздели на дне рождения у госпожи Си Чень. А. И правда он. А где твой папаша, дебил? Эй, ты куда? Отпусти меня. Сын Ю. Дамы и господа. Хотите посмотреть на мокрого клоуна? Хотим. Ваше желание для меня закон. Отпусти. Отпусти. Прекратите. Кто смеет трогать мою дочь, дочь Хэ, Джи Юнь. А это и правда дочь господина Хэ. Не может быть. Как эта дочь господина Хэ оказалась клоуном? Этот клоун и правда родная дочь госпожи Хэ. Ты всерьез хочешь, чтобы мою дочь опозорили? Гэ, господин Хэ. Я не знал, что она ваша дочь. Поэтому я. Мне все равно, кто она такая. У нас тут благотворительный вечер. Мы не потерпим здесь людей с грязными помыслами. Дворецкий Ли. Слушаюсь, госпожа. Вышвырните этого человека из благотворительной организии и чтоб нигде на работу не брали. Слушаюсь, госпожа. Господин Хэ. Господин Хэ. Не надо, господин Хэ. Цын Ю. Ты наконец-то пришла. Мама так рада. Мама безумно счастлива. Цын Ю. Уважаемые гости. Сегодня я хочу официально представить вам свою дочь. Чу Цын Ю. Подождите. Госпожа Хэ. Я не ваша дочь. Вы мне не мать. И я никогда не признаю вас своей матерью. Не смейте больше меня разыскивать. Цын Ю. Цын Ю. Мама чем-то тебя расстроила. Отпусти. С тех пор, как я тебя встретила, моя жизнь покатилась под откос. Меня и моего отца постоянно унижают. Над нами смеются. И все это из-за тебя. Цын Ю. Все не так, как ты думаешь. Ты неправильно поняла. Выслушай меня. Цын Ю. Отпусти меня. Отпусти меня. Мама. Мама. Дворецкий ли скорее мама? Быстрее. Мам, топей, водичке. Мам, мне так больно видеть тебя такой. Все хорошо. Как бы там ни было, Цын Ю не должна была тебя в воду толкать. Наверное, она меня так и не простила. Ведь я столько всего ей сделала, причинила ей столько боли. Я понимаю, почему она так со мной поступает. Ты и дальше будешь ее искать. Да ладно, неважно. Пусть Цын Ю сама решает. Я не буду ее ни к чему принуждать. В конце концов, у меня есть ты, моя дочь. Хорошо. Мама извиняется за то, что в прошлый раз ударила тебя из-за Цын Ю. Мама. Цын Ю. Цын Ю какая-то невеселая. Что случилось, Цын Ю? Ничего, папа. Наш дом вернулся. Мы теперь сможем вернуться к нашей прежней жизни. Ты рада? А гея? Если ты рада, значит будут конфеты. На, Цын Ю. Рада. Рада. Дальше я буду жить счастливо со своим папой. Но почему у меня нет ощущения счастья? Это дрянь Хэ Джи Юнь. Она еще и храбрая, оказывается. Почему господина Хэ все еще нет? За столько лет господин Хэ еще ни разу не опаздывал на совещание. Говорят, он простудился. Может, еще немного подождем. Господин Хэ прибыл. А это кто? Вы его знаете? Нет. Чего расшумелись? Покажите мне ваши годовые финансовые отчеты и расскажите, сколько прибыли вы получили за этот год. А вы, собственно, кто? Я босс этой компании. Шутка. Наш господин Хэ руководит этой компанией. Вот уже 17 лет. Никогда не слышали о втором боссе. Охрана. Охрана. Выведите его отсюда. Ты. Посмотрим, кто посмеет меня сегодня выгнать. Что? Понятно. В чем дело? Мы только что звонили из компании. Котовы дает себя за босса компании и устраивает скандал на заседании совета директоров. Что? Скорее? Ча-дун. Ча-дун. Жена. Давно не виделись. Ты все так же чудесно пахнешь. Прошу прощения у всех акционеров. Сегодняшнее заседание переносится на завтрашний день. А теперь все свободно. Дворецкий ли. Господа. Прошу вас. Быстрее, быстрее. Сай-ван. Позвольте мне спокойно побеседовать с моей женой. Ча-дун. Мы же развелись, что ты здесь делаешь. Развелись и что с того. Раз я говорю, что ты моя жена, значит, ты моя жена. Говорил, Зо, чего ты хочешь? Никогда бы не подумал, что ты, жалкая женщина, смогла за эти годы основать такую крупную компанию. Я хочу половину акций в твоей компании. Мечтай. Убери от меня свои лапы, иначе ты вторую половину жизни проведешь за решеткой. Ах ты дрянь. Мама. Мама. Не могу поверить. Ты этого больного придурка еще и содержишь. Не смей пальцем трогать мою дочь. Мама. Кто этот человек? Не волнуйся. Я не собираюсь ее трогать. Ты не обязана отдавать мне акции своей компании. Но ты должна дать мне пять миллионов. Чжа-дун. Я тебе вот что скажу. Ты не получишь от меня ни цента. Хэ Джо-йон. Я тебя убью. Держите его. Пустите меня. Уведите его. Хэ Джо-юнь. Ты пожалеешь. Я еще вернусь. Сэ Чэнь. Ты в порядке. Я в порядке. Мама. Кто это был? Тот человек, он биологический отец Цин Ю. Некоторое время назад его посадили в тюрьму за азартные игры. Полагаю, он должно быть вышел. Деньги на азартные игры закончились. Вот он ко мне и пришел. Так тот человек и был отцом Цин Ю. Отпусти меня. Я никуда не пойду. Я не уйду. Хэ Джо-юнь. Как ты смеешь меня выгонять? Подожди. Пагоди. Пэй. Азартит. Лэл. Лэл. Что? Ты тоже будешь надо мной смеяться, как твоя мамаша. Конечно, нет. Папочка. Я же твоя родная дочь. Но ты так изменилась с детства. Да ладно тебе. Столько лет прошло. Люди меняются. Верно. Говори. В чем дело? Пап. Мама не хочет давать тебе денег. Так что я дам. Вот. Десять миллионов. Хватит. А. Десять миллионов. Более чем. Конечно, хватит. Ах. Моя хорошая девочка. Как же хорошо иметь дочь. Ха-ха-ха. Есть одно но. Папа. Что но? Говори уже. Мне нужна твоя помощь. Все что угодно. Говори, что нужно сделать. Я все для тебя сделаю. Мне нужно, чтобы ты убрал одного человека. Хочу, чтобы она исчезла из этого мира навсегда. Вот это я могу устроить. Но. Как только дело будет сделано, деньги сразу же поступят на твой счет. Хорошо, хорошо, хорошо. Ах, ты просто чудо. Моя хорошая девочка. Хорошо, хорошо. Без право. Считай, дело сделано. Пока я побежал. Чу цин ю. Мама будет принадлежать только мне, когда тебя не станет. Пусть твой родной отец отправит тебя на тот свет. Папа, это последняя конфета на сегодня. Договорились. Хорошо. Обещай цин ю. Эй, босс. Рядом с этой бабой еще и какой-то придурок. Что делать будем? Тогда хватаем обоих. Пошли. Вы что делаете? Попейн. Попейн. Цин ю. Интересно, как ты там? Но ты не волнуйся, цин ю. Мама наняла людей, чтобы они тебя защищали. Вас с папой больше никто не обидит. Госпожан. Только что сообщили, что мисс цин ю похитили. Наша машина не смогла догнать ее. Что? Госпожа, госпожа. Попейн. Попейн. Папа, очнись. Папа. Цин ю. Папа, я сейчас тебя вытащу. Папа, подожди меня здесь. Я мигом. Цин ю. Приступайте. Есть. Бас. Бас. Помогите. Есть кто-нибудь? Помогите нам. На помощь. Папа. Сын ю. Папейн. Папейн. Папочка. Я обязательно вытащу тебя отсюда. Обещаю. Папейн. Папейн. Ты подожди здесь. Я пока поищу выход, пока дым не добрался до нас. Госпожа, там слишком опасно. Вам нельзя туда идти. Пустите меня. Моя дочь там. Я должна ее спасти. Госпожа. Сын ю. Где ты? Сын ю. Мамочка здесь. Сын ю. Я вытащу тебя отсюда. Обещаю, я тебя спасу. Барышня, госпожа Цын ю. Госпожа Цын ю. Я наконец-то вас нашел. Я вас сейчас же отсюда выведу. Госпожа Цын ю. Я вас спасу. Спасите моего папу. Мой папа все еще там. Госпожа Цын ю. Давайте я сначала вас выведу. А потом вернусь за ним. Хорошо. Спасибо. Барышня, слава богу, вы целы, барышня. Я сейчас же пойду спасу господина Чу. Хорошо. Барышня, отпустите меня. Отпустите. Я должна спасти папу. Вам нельзя туда, барышня? Мой папа все еще там. Отпустите меня. Барышня, госпожа Цын ю. Папель, Сын ю, папель. Слава богу, ты цел. Сын ю, Сын ю. Барышня, папа. Сын ю, ты очнулась. Где мой папа? Барышня. Господин Чу сейчас в соседней палате. Врач сказал, ему нужно немного отдохнуть, и все будет хорошо. Вам бы лучше о жене позаботиться, барышня. Она вывихнула лодыжку, спасая господина Чу. Это не так быстро, Захилед. Да что вы такое говорить? Спасибо, мама. Как ты меня сейчас назвала? Мэммэн. Вздыхает. Барышня. Мэмм, барышня. А почему это я в последнее время не вижу маму? Ну, госпожа. Говорите уже вы. Она в больнице. Что? Что с мамой? Все из-за Чу Цын ю и ее папаши. Госпожа подвернула ногу, бросившись в огонь, чтобы их спасти. Что? Ты сказала Чу Цын ю жива. О боже. Барышня. Плешь на шестерка. Я выиграла. Платите. Братан Цэн. Я на этот раз денег не нафток. Нет, нет, нет. Я в следующий раз обязательно отдам. Денег не принес, а играть со мной смеешь. Сколько ты мне уже проиграл с тех пор, как на волю вышел? Правда, братан Цэн. Я тебе обязательно верну. Не волнуйся. Ай. Три дня. Даю тебе три дня. Если не вернешь деньги, можешь попрощаться с этой рукой. Братан Цэн. Братан Цэн. Верну, верну. У меня дочка деньгами сорит. Она у меня богатая. В следующий раз точно отдам. Чжао Дун. Выходни. Цэн Ю, ты наконец-то простила маму. Мама, на самом деле я никогда не винила тебя. Это ты. В тот день на благотворительном вечере я столкнула тебя в воду на глазах у всех. А ты все равно пришла спасать меня и папу. Разве найдется на свете мать, которая не спасет собственную дочь? Мама, мне вот что странно. Мы с папой хорошо ладим со всеми соседями. У нас нет врагов. Так почему же нас кто-то похитил и пытался убить? Цэн Ю, ты видела лица похитителей? Видела-то видела, но не очень запомнила. А, помню. Главаря похитителей вроде бы звали Дун Гэ. Чжао Дун. Кто такой Чжао Дун? Ты его знаешь? Чжао Дун – твой биологический отец. Что? Но это не важно. Тогда мама защищала тебя. Не жалей себя. И сейчас мама тоже сможет. Идите и выясните, где сейчас находится Чжао Дун. Тот, кто причинил боль моей дочери, заплатит за это. Чжао Дун в выходе. Ну и ну. Моя дорогая доченька. Мы как раз о тебе говорили. Ты как раз вовремя. Пришла денежки мне принести. Денежки. Чжао Дун. Что с тобой такое? Почему это Чу Цин Ю все еще живо? Что? Не умерло? Эх. Не переживай. Дай папе еще один шанс. Я ее точно уберу. Только у меня сейчас совсем нет денег. Дай мне еще немного денег. Уйди от меня. Ты. Я тебе вот что скажу. Чжао Дун. Эти деньги. Ты от меня ни цента не получишь. Сын Ю. Мама сейчас так счастлива. Я тоже. Мама. Надеюсь, ты скоро поправишься. Хорошо. Мамочка тебе обещает? Мадам. Чжа Дун хочет вас видеть. Ха-ха-ха-ха-ха. Хе Джу Юн. Смотри. Мама. Спаси меня. Чжа Дун. Ты что с ума сошел? Апустисичен. Хе Джу Юн. Если хочешь, чтобы твоя дочь осталась в живых, принеси мне 10 миллионов наличных. Иначе. А-а-а. Помогите кто-нибудь. Помогите. Мама. Скорее спаси меня. Не бойся. Си Чэнь. Мамочка сейчас же приедет и спасет тебя. Быстрее. Приготовьте 10 миллионов наличных. Мама. Твоя нога. Я пойду с тобой. Сиди смирно. Чжа Дун. Теперь я понимаю, почему мама тогда сбежала с Чжу Цин Ю. Потому что ты чудовище. Чжу Цин Ю. Ты мне не дочь. Конечно, я тебе не дочь. Как у меня мог быть такой ужасный отец? Ты посмела меня обмануть. Чжа Дун. Остановись. Ты посмела меня обмануть. А-а-а. Чжа Дун. Прекрати. Я здесь. Мама. Успокойся. Вот 10 миллионов. Верни мне мою дочь. Хе Чжу Юнь. Никогда бы не подумал, что ты готова заплатить такую цену за эту свою дочурку. Я дал тебе деньги. Верни мне мою дочь. Мама. Она на наша родная дочь? Да. Чжа Дун. Ты что задумал? Не смей трогать мою дочь. Что ты собираешься делать? Хочешь знать, что я собираюсь делать? Хе Чжу Юнь. Я просто хочу посмотреть. Кого ты выберешь, если сможешь спасти только одну? Умоляю тебя, прошу тебя. Они обе мои дочери. Отпусти их. Сколько тебе нужно денег? Скажи мне. Я дам тебе. Я могу их отпусти. Но только одну. Цин Ю. Сэ Чэнь. Ты можешь выбрать только одну. Они обе мои дочери. Я не могу выбрать, как ты можешь заставлять меня выбирать. Заткнись. Иначе я их обеих покалечу. Нет. Не надо. Не надо. Мама, спаси меня. Спаси. Цин Ю. Мамочка тебя спасет. Ха-ха-ха. Значит, ты выбираешь Цин Ю. На твоем месте я бы тоже выбрала родную дочь. Тогда Си Чэнь, тебе не повезло. А. Нет. Иди. Чао Дун. Умоляю тебя. Возьми меня вместо них. Мою жизнь за их жизни. Они не виноваты. Они ни в чем не виноваты. Ха-ха-ха. Не думал, что великий Хэ-джуин будет умолять меня на коленях. Слишком поздно. Выбирай. Что с тобой, Цин Ю? У тебя сердце болит. Цин Ю, мама. Спаси меня. Она притворяется. Чао Дун. Умоляю тебя. Отпусти ее. Отпусти Цин Ю. У Цин Ю сердечный приступ. Отпусти ее скорее. Мама. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Значит, ты выбираешь Цин Ю. Да. Я выбираю Цин Ю. Я выбираю Цин Ю. Ты все-таки выбрал Чу Цин Ю, как я и думал. Ты все-таки выбрал Чу Цин Ю. Сюда. А Цин Ю. Ты как? Держись. Мама. Я еще держусь. Скорее спасите Цин Ю. Спасите Цин Ю. Какая милашка. Ты хочешь быть моей дочерью? А ты, думаешь, достоин быть моим отцом? Ты смеешь меня презирать? Ты за это поплатишься. Чи Жао Дун. Чи Жао Дун. Отпусти, Си Чэнь. Отпусти ее. Доченька моя. Она выдавала себя за тебя и подослала меня, чтобы я тебя сжег. И ты еще заступаешься за эту женщину. Что? Это ты поджег дом, которым чуть не погибла Цин Ю. Это ты поджег дом, которым чуть не погибла Цин Ю. Похоже, ты не знаешь, чем занималась твоя хорошая дочка. Сегодня я за тебя накажу эту женщину, которая хотела подставить нашу родную дочь. Чи Жао Дун. Отпусти ее. Астана Биз. А. А. Госпожа, скорая уже едет. А этого мерзавца я сейчас отправлю в тюрьму. Быстрее. Держись, Цин Ю. Си Чэнь. Иди сюда. Иди к мамочке. Мамочка отвезет вас домой. Си Чэнь. Что ты делаешь? Си Чэнь. Что ты творишь? Опусти нож. Мамочка знает, что ты испугалась. Теперь мы в Бизапа. Поехали домой. Хорошо. Домой. Разве я могу вернуться в этот дом? Ты знаешь, что я наделала? Все кончено. Си Чэнь. Это я наняла тех людей, чтобы они обижали Чу Цин Ю. Я растила тебя 18 лет. Ты все еще моя дочь. Доченька. Я хоть что-нибудь значу для тебя. С тех пор, как она появилась, ты смотришь только на нее. Си Чэнь. Успокойся. Мама. Ты помнишь, что ты сказала в тот день, когда забрала меня из детского дома? Помню. Я все помню. Давай поговорим об этом дома. Ладно. Молчи. Еще слово, и я ее убью. Еще слово, и ей будет больно. Хорошо. Я буду молчать. Опусти нож. Говори. Я слушаю. Моя настоящая мать бросила меня. Оставила в детском доме. Дети в приюте меня тоже не любили. Никто не хотел со мной играть. И я каждый день ждала и ждала на качелях. Я ждала и ждала, но мама так и не вернулась. Пока не появилась ты, мама. Ты несчастлива. Я не несчастлива, я просто жду свою маму. Твоя мама. Телтони. Уэль. Уэль. Другие дети говорят, у меня больное сердце. И что мама меня не захотела. Я так не думаю. Моя мама любит меня больше все. Она обязательно за мной вернется. У тебя больное сердце. Телтони. Уэль. Уэль. Тогда пойдем ко мне домой. Тетя будет ждать вместе с тобой твою маму. Хорошо. Тетя будет ждать вместе с тобой твою маму. Хорошо. А у тети нет своей дочери. Дочка тети так и не вернулась. Не грусти, тетя. Я пойду с тобой домой. Будем ждать вместе. Какая ты умница. Тетя тебе конфет купит. Хочешь? Хорошо. Потом ты забрала меня домой. Ты относилась ко мне лучше, чем родная мать. Ты давала мне все самое лучшее. Все одноклассники мне завидовали. Я думала, мы так и будем жить счастливо. Пока не появилась Чу Цин Ю, и все изменилось. Ты меня из-за Чу Цин Ю ударила. Тебе плевать, жива я или нет. Это все Чу Цин Ю. Она у меня все отняла. Она украла у меня маму. Нет, Си Чэнь. Мамина любовь к тебе ничуть не изменилась. Почему? Почему меня никто не любит? Почему я всегда та, кого не выбирай? Чу Цин Ю, если я не могу этого получить, то и тебе не видать. Си Чэнь. Если я не могу этого получить, то и тебе не видать. Си Чэнь. Си Чэнь. Ты всегда была моей дочерью и всегда будешь. Мама любила тебя в 18 лет, но Цин Ю она никогда не знала материнской любви. Ну и что? Любовь, которую мама дает мне, она не может давать никому другому. Си Чэнь. Мама. Ты же ее очень любишь. Да. Ты же будешь очень расстроена, если она уйдет. Правда. Си Чэнь, успокойся. Отпусти ее. Отпусти ее. Если я ее отпущу. Откуда тебе знать, каково это быть убитой горем? Откуда тебе знать, каково это обрести, а потом потерять? Отпусти ее. Мама, умоляю тебя. Отпусти ее. Я тебя так умоляла, умоляла спасти меня. А ты, мама, ты все равно выбрала Чу Цин Ю. У нее же сердечный приступ был. Мама ничего не могла поделать. Квати. Чу Цин Ю. Ухади. Цин Ю. Цин Ю. Ты наконец-то очнулась. Нэээ. Пей помедленнее. Мама. Си Чэнь. Куда делась Си Чэнь? Си Чэнь забрала полиция. Что? Она совершила слишком много ошибок. Она заслуживает наказания. Хотя я и растила ее 18 лет. Но, мама. Она всего лишь хотела материнской любви. На самом деле, я понимаю Си Чэнь. Все эти 18 лет, каждый раз, когда надо мной издевались. Я мечтала о маме, которая бы всегда заступалась за меня. Но мое появление заставило Си Чэнь думать, что эта защита, которую ты давала, теперь делится на двоих. Что она больше не единственная, кто ее получает. Поэтому она ила себя так со мной. Она просто хотела вернуть ту единственную, в своем роде, особенную любовь от мамы. Цэн Ю. Прости меня, мама, перед вами обеими виновата. Мама. Можно мне навистить Си Чэнь? Хорошо. Хорошо. Присаживайтесь. Подождите немного. Цэн Ю. Ты точно решила? Ухади. Прократи. Иди сюда, быстро. Отпусти меня, отпусти. Какая трогательная картина воссоединения матери и дочери. Просто отвратительны. Надо было тебя тогда столкнуть. Это все потому, что я тебя слишком избаловала. Вот ты и превратилась в такое чудовище. Ты хоть понимаешь, что за такое можно сесть в тюрьму? Мама, не говори так, Си Чэнь. Не строй из себя, святошу. Дворецкий ли. Отпусти ее. Но, мисс, отпусти ее. Цэн Ю. Мисс. Цэн Ю. Помогите кто-нибудь. Помогите. Помогите. Мы с мамой уже подписали заявление о примирении. Ты можешь вернуться домой в любое время. Цэн Ю. Ты все хорошо обдумала? Телтоней. Уэль. Уэль. Мадам. Мисс. Это заявление о примирении. Если вы и мисс Цэн Ю его подпишите, то все обвинения против Си Чэнь будут сняты. Цэн Ю. Решай. Добро пожаловать домой. Си Чэнь. Фей Ца. Спасибо. Не за что. Давай попробуем. Раньше я думала, что твое появление – это огромная угроза для меня. Я думала, ты все у меня отнимешь, даже мамину любовь. Но теперь я знаю, что мамину любовь невозможно отнять. Мы можем делить мамину любовь. Кто-то хочет тебя видеть. Что такое? Пришла посмотреть, как я мучаюсь. Довольно получила, что хотела. Си Чэнь. Фей Ца. Я пришла кое-что тебе передать. Зачем мне что-то, если я в тюрьме? Заявление о примирении. Си Чэнь. Фей Ца. Я знаю, ты меня ненавидишь. Ты ненавидишь меня за то, что я появилась и отняла у тебя мамину любовь. Но разве любовь можно отнять? Любовь – это не эксклюзивное понятие. Мамина любовь не принадлежит только тебе. И она не принадлежит только мне. КОНЕЦ ФИЛХАНИЯ. ВООН, КОНЕЦ ФИЛХАНИЯ. Ну а не эксклюзивное понятие. Си Чэнь. ПОЧАНИЯ. УБИНО. Продолжение следует...